Покетвери, не заходите, все на морги подходят. Смотрите, святые. Давай. Солок-то на море хорошего. Что-то освещаешь, включил свет. Ну, новый аппарат. Скажи, где здесь микродайм есть? Джек есть? Скажи, не знаю. Ну, вот он, да? Конечно, микродайм. Раз это неудобно. Я выключил, не делал, не удалялся. Ну, как, ну, должен же включаться. Где-то в настройках, я найти не мог, я не знаю. Я смотрел, смотрел. До света нет. Ну, она автоматически включается. Где ярко, что? Он автоматически светит. Ну, что, ну, включил-то прожектор. А? Да, я уже не помню. Не помню. Так, может быть, откройте, что? Покажи, посмотри, есть там джек для звука? Укрофон внешний. Есть. Вот, вот он. Сколько? 20, 30, 30. Не помнишь? Что? 20, не знаю. Я не помню сейчас. Где-то 19, где-то так, или 18, 19. Володя, давайте, чтобы вас сильно оттеть. Не знаю, кто-то была дома. Ну, не выключается, я не знаю, где-то. Я искал, искал. Дарю небесный, утешителю души сильный, и живи везде сей, и вся исполняй сокровище благих и жизни подателю. Приди, вселися вны, и очистены от всяких скверны, и спаси, блаже души наша. Господи Божий наш, мы просим Твоего благословения на это собрание. Соделай, чтобы мысли наши все были из Слова Твоего. Дай нам полную покорность Духу Твоему Святому, чтобы не искать своего, но что угодно воли Твоей Святой. Приготовь нас всех встречи с Тобою. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Узнай, кого нету. Мы. Продолжение следует... 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 относятся, то они не имеют основания думать. Бандера, 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 фашист. А Сталин, Ленин? Бандера-то свой народ не уничтожал. С их позиций, я повторяю, с их позиций, это патриот, он желал хорошего освободить от коммунистического игора. И везде фашизм. Сейчас ясеневика нарисовали, не рисовали, а даже трудно поверить. Вот стоит он, на нем эсосовская форма, но говорит он, голова-то его. И вокруг знамена со свастикой. И что он говорит? Он говорит. Но он уже в форме эсосов со с одним погоном, ну, 17 мгновения весны. Это явно, что не расположенность. Это нам что, в пользу пойдет? Известия такие. Крым вернулся. И везде поздравляют с возвращением домой. Большая явка была 86% на голосование. Почти 99 изъявившихся проголосовали за присоединение к России. Все принято. Уже утверждено Советом Федерации. Уже отпраздновали. Крым вернулся. Ну, он никогда в Украине не был. Это Хрущев, Ниния Петровна. Отмахнул его и все. Жене своей. Так говорил. Сейчас меняет всех там правителей, вывески. Все меняется. Своя армия. И сегодня только прочитал. Все гонят и гонят туда эшелоны войск российских, которые не оборонительного характера. И выступает не кто-то, я не знаю, кажется, контр-вице-адмирал. Может он замначальника вооруженных сил Украины и говорит, наращивается с той стороны, где от России и Крым наступательные войска. предсказывают половину Украины отхватить и прекратится всякая война. Потому что она уже разделилась. Та, которая больше всего хочет. Харьков, Донецк, это все к России льнут. Мы не знаем. Мы даже молиться. Они призывали НАТО вступиться за Крым. Америка ответила, войска туда не будем вводить. А остальное, то что санкции кого-то не пусят, заморозят. Сейчас хотят ввести визовый режим. Визовый режим это значит попасть туда просто так на Украину нельзя будет. Им говорят, вы теряете. Ваших работает 5 миллионов у нас. В прошлом году кажется, там 14 миллиардов долларов только увезли от нас. Мы-то ничего не страдаем, что визовый. Ваши родственники здесь, а не наши там-то. Но если никто был там, в Европе, и сказал, подождите, не торопитесь, надо обдумать. Они надевают на себя неподъемное бремя. Европа вас кормить не будет. Путин выступал и говорил, вместе воевали. Это Украина благодаря. Мы бы победили войну и без Украины. Но нам легче с Украиной. И так понятно. Почти 87% жертв Великой Отечественной были русские люди. Ну и понятно, кто на передовой это был где. Я просто коротко вам объясняю о чем молиться. Два имени запомните. Арсений и Тимошенко Юлия. Она болящая. Запишите в болящие. Примите это к сердцу. Не просто праздновать, а что там делается. Мы вот, вот у нас в доме, мы каждый день произносим имена эти и молимся. Каждый день. Я еще один вопрос попутно хотел. С Украиной понятно. Понятно, разберутся. Но нам-то ехать через Украину? Понимаете как? Нам нужно попасть в Воронеж, в Ростов-на-Дону, где мы в прошлом году были, а там повернуть на Украину, пройти недалеко от Крыма. Крым мы в прошлом году в Вест прошли. Все города. И когда они говорят, мы видим, как мы там ощевали, снимки остались. Вообще удивительно. Они близки нам. Прекрасное место, все, но потеряевку я не променяю никогда. Горы, курорты, людей много. А тут один пришел, покупался, пошел, все при тебе. Никаких змей, никаких камнепадов, ничего нет. Ну, каждый хвалит своего, говорится, Гальяна. Если они построят, проведут этот закон, тогда нам придется в поверхность снова возвращаться тысячу километров к северу, пересекать через Белоруссию, тогда уходить. Потому что, а может быть, и визу открыть, тоже не знаем, это уже помолиться о нас. К слову сказать, нам на этой неделе пойдем, мы уже поедем обязательно. Надо визовое отделать и узнавать. Статьяна сегодня сказала, Кузьминишина, где она вам? Вы когда приходите, не с пустыми руками, это заповедь такая, маленькая, у нас ни с тарелкой не ходят, ни за что мы не платим, там один ящичек висит, набирайте его. Из ящичка сегодня надо будет взять, у нас никаких расходов нету, тут одна разженится, обдумайте. Нам на визу, чтобы открыть, еще потребуется примерно 50 тысяч. Это не 2 тысячи, а у нас там совсем мало, но маленько поддержать надо будет. Почему Англия? С Англией у нас вообще неопределенность. Все на английском языке, все документы писать, я уже договорился с Валерием, где он у нас? Он знает английский язык, писать документы, посылать, Севастяну сказал, открыть нам отдельные, там ящики, как называют, электронные, посмотреть надо. И очень большая цена. И притом нигде так нет. Обычно эти дают гарантии. Мы подали, заплатили деньги, а там нам отказали. Отказали. Ну и поэтому отказали, они ничего не сделали, деньги возвращают. А здесь заранее говорят, если вам отказывают, причину отказа не объясняем, деньги не возвращаем. А за визу почти 2 раза больше. Англия совершенно неохотно открывает визы, потому что люди приезжают, это же не Сибирь, и остаются там. Но в нашу пользу то, что у нас будет, если будет, как нам сказали, приглашение, это религиозная организация, которая берет ответственность за нас, что мы вернемся. Это положительно, очень сильно. Второе, то, что мы просим, нам не надо на 6 месяцев, нам на 6 дней, 5-6 дней. Мы успеем в Шотландию, пройти в Ирландию, там мы отдадим товары наши, отвезут туда, это книги. И третье, то, что у нас уже не первый раз мы идем и прошли без замечаний в прошлом году. Это очень важно. Для впервые попавших туда, в Шенгенскую зону, почти не открывают. Это я уже узнаю, что. Это помолиться надо. Помолиться. А относительно средств на дорогу, на бензин по России мы почти уже обеспечены. Находятся люди, которые помаленьку, помаленьку, а потом раз и помогли. Я чем могу, стараясь, книгами, книгами, мы с Татьяной только успеваем, даже сам пошел на почту, пришлось относить. Это событие мирового масштаба. Дальше поменьше. И будет еще меньше событие. Видели перед окном у нас наклоненное дерево. Клен, поваленный ветром, засыпился там, потом засох на этом месте. Но он не засох, а закрепился. Это спрашивает Виктор Андреевич, а вы видели у нас дерево вот так вот наклонено, вот перед этим окном, вот так вот. Не видят, я хожу и не вижу. Я вышел действительно, сфотографировали. Людмила Степановна, она, я написал, на бланке обращение в центральный район, мы тут живем, но надо что-то делать, тут у меня, говорят, ходят люди, я к себе к себе беру, потому что мне подписывают документы. А они приняли документ и ответили, что рассмотрим зеленхоз, который занимается этими деревьями. Дерево спилить не одна копейка стоит, еще это тысяча. Это техника. Теперь я знаю, 10 человек задействовано. Подъемный кран, машина, вывозят, пилят. А 10 человек я насчитал, начальник один над ними. Проходит время, второй документ пришел, с выездом на место, увидели, действительно так и есть, отдали зеленхоз бумагу, дали, и зима наступила. И вдруг они приезжают на этой неделе. И мы решили все заснять. Я фотографировал, а Володя снимал. Ну и все сделали они отлично. Я увидел, как они работают. Работают очень хорошо. И вот здесь сейчас лежат, большие такие сутунки называем. Остальное Володя уже завез сюда. Их надо распилить. Николай Польгу его просим. Передать ему, чтобы бензин он побольше взял. Ему резов 20 придется делать там и здесь. Это наши дрова. У соседей там тоже спилили. Мы хотели узнать, и мы там и себе забираем. Володя там даже ветки, которые крупные, все обрубил. Тогда я подумал, задели, пойти в центральный район. Я тогда на бланке. Ребята, наши братья сделали, что у меня новый принтер, заработал. Это все Витя Петерьемов. Его тут работа. И наконец, вот такой вот на бланке я написал, поставил печать и пошел в центральный район. Вот расскажу, как Бог открывает двери. Так, брат, просчитай, пожалуйста. Совет Останецкий, мне тут небольшой документ. Крестово-Зрежинская община. Благодарность. Выражаем благодарность администрации центрального района города Барнаула, убравшего поваленное в завищественной высоте дерево напротив нашего дома, улицы Ползунова, 6. Благодарим и работников, которые прибыли сюда и сделали свою работу здесь на совесть. 19 марта 2014 года. Мы просим благословения Божия на всех делающих свое дело добросовестно. Ибо в Святой Библии написано, премудрость Соломона, 6, 5, 13. Страшно, и скоро он явится вам. И строг суд над начальствующими. Начальствующим предстоит строгое испытание. Это редкое место, это начальствующие. Пойти, я подумал, момент, сейчас пойти, сестры записывают, какое место? Премудрость Соломона, 6, 5, 13. Два стиха. И далее. Серахов 1, 2. Каков правитель народа, таковы и служащие при нем. И каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем. Так. Я иду к начальнику, я ему показываю. Вы отвечаете, вы делаете. От вас очень много зависит. У вас такая команда, такая же будет. И люди в городе видят, и подражать вам будут. Момент. Дальше. Мы засняли всю работу на видеоролик. Вот его данные. И данные ролики записали. Теперь они могут посмотреть, как их работники работают. Начальство-то не видит, не знает. И показать, как они действительно работают. Просим переслать копию этой благодарности в ту организацию, откуда были машины и люди. Это Зеленхоз называется. Старосту общины Игнатий Лапкин. Ну что, посмотрели, пустите. Это событие местного масштаба. Пришел. Там записывает. Я паспорт подаю. А куда хотели? Мне к начальнику нужно. Передать документ. Я не знаю, что она-то, почему. Передо мной долго она записывала. Все, меня никак. Вот туда проходите. То ли она меня за начальника принесла, или за папа-батюшку. Зашел. Там в очередь сидят. А вам что надо? Пошел-то один. Что надо-то? Я вижу, лубы-то шевелятся, а говорить-то нечего. Я теперь стал перед ней раскрывать свои, кажется, карты. Я не слышу. Громче говорите. Меня обвиняют. А вы громко говорите? Это не духовное состояние. Глухие все говорят громко. Если мне надо громко говорить, я, естественно, даже не хочу, у меня так получается-то. Я ей говорю, так и так. А что? Я ему скажу сам. У меня хорошее дело к нему. Вторая выходит, то ли вторая секретарь, которая одна за столом, а другая выводит, людей заводит. Она туда вышла, ей, видимо, это дало сигнал, я просмотрел. И она, а что вы хотели? Мне нужен начальник, ну, одна минута, больше не потребуется. Я принес ему благодарность. Что она говорила, я не знаю. Кабинет большой, он в конце там сидит. И только я дверь открыл, он поднялся из-за стола и идет мне навстречу. Протягивает руку. Что это означает, я не знаю. Ну, я не думаю, что он столько раз, сколько посетителей, встает и ходит. Обычно этого нет. Ну, пять раз руки только пожали. Я успел что-то сказать, дал визитку, но я уже связал себя одной минутой. И там люди. Они в очереди стояли, вдруг без очереди какой-то пигмей лезет тут. Ну, этого гномика-то пропустили, но я вышел и всем секретарям дал новые визитки. Ему дал. И вижу, он так заинтересован. Юрий Николаевич звать. Юрий. Этого человека обязательно поминать в молитвах. Я ему сказал, мы молимся, дабы мудро управляли. Он просчитал, видно так, скоростях, но я дал тебе копию, ну, два экземпляра. Вышел, а которая там пропускает, и она что-то заинтересовалась. Ну, я немножко сказал, и тоже визитку. Вы наши визитки, вот у кого нету, вот лежат визитки. Вот, я даже вытащу их сюда. Пойдете, разберите. Нет. Вот он, на столе лежат визиты. Это можете передать, передать. Где-то бываете, кому-то дать. Вы в администрацию ходили? В администрацию центрального района передать? но не взяли в кость. Пускай, нигде бывают, кому-то дать. Это очень удобно. Так, Любовь Петровна, я ответил на наш вопрос. Ой, спасибо, я так благодарен. Ну, потому что Украина, это наш мой близкий, и не просто близкий, а мы туда имеем. Киев, мать всех городов. Оттуда крещение пришло. Князь Владимир, Киевская Русь. Ну, не могу я разделять этот народ, и там белорусы для нас, это единая нация. Они теперь отдельно туда, на запад. Это все у Бога высчитано. По делу нам. Но Господь сделает так, что снова будет и примирение, может быть, и все, что угодно. Меня наливают роботы на форуме. Каждый день пятьдесят. Лезут и лезут и по сей день даже программисты мне не могут сказать, это получеловеки или человек направляет. Там преграды, они ее перешагивают. И вот этот болящий Сергей Козлов, парализованный тот, он говорит, может переградить им путь. Я нашел этот путь еще вперед маленько в русский дом, который про нас напечатал статью и там усложнить надо. Мне ответили, это стоит деньги. А он говорит, может сделать и без денег. Сергея всегда поминаете, он так много делает, даже не выскажешь. Парализованный. Буквально все на себя берет. Я сейчас ролики почти не выставляю, кроме собрания. Он берет, и у меня компьютер не выключается, сутками работает. Он зашел, там ее на себя перекачивает, самостоятельно, издалека. И все оттуда, представьте, в Воронеже, и он у меня здесь все делает. Сегодня он у меня, ну, я уже не суеверный человек, он даже не понял, что он сделал. Он за ночь поставил анидролики. И во время, когда ролик, вдруг, табличка, видно, что он зашел и сигналы дает колонке. Он зашел. Я его ткнул, чтобы открыть-то. И он как-то оказывается прям в самом ролике и оттуда как бы говорит и соединяется с тем, что там есть. То есть виртуальный мир соединил с этим. Я такого даже не слыхал. Я вообще не знаю, как у нас в деревне Серафима, она там фильм-то смотрит, когда выключает, выключает или мотал как на стенке, а когда издалека вот так, это от дьявола. Проводов-то нету. Так и я здесь посмотрел, ну, все придумали-то. И он как бы продолжение ролика, он в ролике, я вот сейчас принимаю и вижу, он живой и ролик, ну ладно, то-то выключи, теперь так поговорим. Даже никогда не ожидал, что это можно так сделать. Ну, техника шагает. На этой неделе, а вернее, вчера у меня было известие, такое известие, от которого я вздрогнул. И вздрогнул от макушки до ног. Вот такое было известие. Но сегодня маленько я уже утешился. Вдруг сообщили, Николай Крущина уронил железяку на ноги, погребил ноги. А Николая нет, все зависло. Даже все шофера вместе скажут, мы поедем, я подумаю, поехать или нет. Почему он у меня на первом месте все время стоит молитва о деревне, дай добрых жителей, общину. И где нам остановиться, чтобы все это открыли-то? Ну и далее, чтобы был Николай и Витя. Другие даже пожелали бы, открыли визу, не пойдет. Нужно, чтобы вторичная виза была, чтобы открыть ее на многоразовой. Ну, Бог помиловал, пришел, брат здесь сидит и помолитесь, о нем и очень усердно. Даже если можете, милость у него подайте. Он меня просто подкосил буквально этим визе. Да что ж, им омолчит и не звонит. Мы, видимо, в понедельник, Николай, поедем уже, надо в визовый центр узнать, чтобы они толкнули, чего не хватает. Мы не знаем, могут ли в Англию открыть вместе Шенгельской, нет. Это новинка для нас, потому что мы последнее путешествие за границей. Нужно сказать, что во многих, не во многих, но где-то нас ждут. Где-то звонят с Латвии, Литва, дают адреса и где нам лучше встретиться и быть и проще. Мы едем, что можем, как можем. На неделе, значит, эти сообщили из Англии, мы все берем на себя, расходы. Я говорю, я рассчитаюсь с книгами, не надо. Я говорю, дня три, никаких трех дней. Мы уже столько договорились по Англии, не меньше пить, иначе королева обидится. А я возьму, да скажу теперь, королева, и Англия обидится. Это шутники, просто не знаю как. А мы-то так и думали попасть в Букингемский дворец, не вовнутрь, а хотя бы передать книги королеве. У меня задача подарить книги папе Бенедикту, который ушел в Франциску, и попасть в Егорный дом мира номер один в Монако, и там подарить книги. Побеседовать. То есть у нас это все пока в замыслах. Но невыполнимого тут еще нет. там есть люди, принимают, приемные. Смотрите, вот мы приехали, благодарность от президента Беларуси, поступила уже за книги, от Рамзана Кадырова, где мы были. А сегодня прочитал то ли шутка, то ли пугалка какая-то. Крымчане, вы думаете, куда сыновей отдаете? Они теперь будут служить, и мы назначим на место служить только в Чечне и в Дагестане. То есть самые взрывоопасные районы. Да не будет этого. Они не знают, люди чем пугают-то. Туда направляют контрактников. И контрактники, которые попадают в плен, они все обезглавливаются. А они не контрактники. Если их и пошли, то где-нибудь под Москвой или в Крыму будут служить. Это уж, я думаю, страх нагоняет на молодежь. Молодежь спрашивает с Украины сейчас-то, что делать? Призывает всеобщая мобилизация сейчас там. Мы верующие. Я говорю, а до этого зачем со мной спорили? Когда я говорил в нашем материале к истину православия говорится, христиане не воевали. Не убей. На первом месте стоит. Ну а как теперь? Ну у нас как? Вот тебя вызывают. Вот сидишь ты молодой, тебе в армию идти. Там с тобой разговаривать не будут. Куда пошли? Что? Избивать будут? А ты сейчас подумай. У нас есть бланк. Написано. Батюшка поставил на бланки. Пошли. Наши ребята ходили. Относили. Что интересно, все принимают. Альтернативная служба. Твой брат нуждался. Не на куче, а не он. Шлем, глобщина. И все. И даже, которая еще не призывного, а повторного там бывает на переподготовку. Тоже пошли братья сделали. Никого не берут. У нас в армию почти перестали брать. Мы не отказываемся служить. Пусть дольше будет. С заразными больными. В альтернативную что там ходят обязанности. Но мы не можем этого делать. Вот вчера отмечали 22 марта. Это 40 святых мучеников. Но в биографии их известно. Она у нас стоит в интернете, на нашем форуме. Но дело-то в чем. Никто об этом не говорит нигде. Это были воины. И очень храбрые. Они имели заслуги перед отечеством. Каким? Языческий гонитель христиан. В войсках где Аклетиана. А то наемники были. Куда христианство-то заползло. Захватнические войны ведут. И там христиане. И не два, не три. Только в одних войсках было обнаружено 11 тысяч христиан. Они что, работать не хотели? Где же были церковные-то учителя? В языческой армии. Которая шла и грабила и убивала. И они там вместе с ней были. Что они там делали? И при том были воины такие, которых в пример ставили. А были ли среди них такие, которые отказывались? Да, были. Но мы их почти не знаем. Святой Нарон. Его призывает призывного возраста. Он говорит, а я воин Христа, я не могу воевать. И ночью является ему ангел. Кто? Светлый юноша. И говорит, правильной дорогой идешь. Так что Владимир Ильич, когда говорит, правильной дорогой идете, товарищи, там у помойного ведра стоит, он руку поднял. То это взято не от него, это раньше. Это мы видели. У поганого места стоит и портрет над ним огромный Ленина, вот так, рука хитрая там. Правильной дорогой идете, товарищи. А мужик пьяный стоит, кривляется, поднимается и падает. Я все это запомнил. Значит, нам нужно все-таки кое-что в своей психологии пересмотреть. Георгий Победоносец. Буквально все заполнено Георгием Победоносцем. Везде все знаки эти, Георгиевские кресты. А это был воин, полковник в языческой армии. Наемник. Ну как же не понимать, что это не то, что-то с нами делается. Как об этом Тассан говорил, мы воины Христа. Карпагенский Киприан об этом говорил. Все это замазали как нету. Ни одного храма Иерона нету. Ни одного имени я нигде не встречал. А Георгий, Гоша, Жора там все везде заполнило. Все этот перекос пошел и кто-то это делал. Все эти 40 мучеников были в войсках языческого императора. А дальше самому думать надо. А там это защита отечества. Положить души за кого-то. Они чужие души полагали. И когда-то их окружили на чужой территории. Они 40 встали, воззвали к Богу и всех порубили. Руки вымыли и пошли причащаться. Выходит так? Ну надо когда-то довести до конца сказать, что не христианское это дело. Речь сошла не 11 тысяч в одном месте-то. А сотни тысяч наверное воинов было. Попадали они в плен, а там начинали молиться как Николай на Афоне. И Господь его вывел оттуда. Значит я ничего не призываю ни к чему. Просто говорю, что ну не христианские эти биографии-то. Я их признаю. И живоронков не спекли и их съел. На этот день 40 живоронков птиц прилетает. Нам мы спрашивали дома отца 40 святых. А что означает? Отец говорит, а в это время уже 40 разных птиц прилетает. А я птиц любил, ажнитология. И вот я по подъем ходил смотрел чибис прилетел пигалка, кулик прилетел, два кулика сорта их, жавреных прилетел, сквозь горящины. 10 набирается 40 нету. Я к отцу 40 святых не воинов птичек. И естественно пекли птичек жавронки то мы ели их. Ну какая разница это? Святые души они поднимаются вверх. Надо разъяснять и понимать. Смотреть. я выставил в интернете фотографии скажи своим кто там был молоденький мне сказал Пусть она посмотрит. Все передал что вы да Бэйл.ру Игнатия Латнов так там столько отзывов она так красиво выль как она наклонилась и такая яркая фотография и тот который глаза смотрел и он тоже в интернете есть на моем и отзывы какие идут но я не знал какие один сообщает у меня слуховой аппарат покупал я вам уже выслал Санкт-Петербург вчера его получил ну там что только кобура набакует лучше я такого никакую его только на спине носить аппарат это не пойдет кому нужен такой аппарат слуховой кто дома сидит у меня нельзя что у тебя проводами опутанные буду ходить уже получил вчера ну знаете кому надо будет я отдам новый аппарат совершенно но главное какие услышали только что надо и все советуют и малинок и им еще не советуют это обязательно алое в ухо закапать только чтобы не пролилось спина на другом а потом в следующий день я Митя так сделала и сейчас он слышит то есть издалека они полностью проводят уже диагностику и что мне надо да главное что настроение в человеке какое чем помочь вот учитесь один человек я уже говорю о медицине собирается там приехать я сразу начинаю экспертизу проводить болеешь нет не болею а дальше я стал спрашивать оказывается грибок на ногах какая-то болезнь грибок на ногах не дай бог но трудно ну я в интернет зашел а там про это написано какие методы свои обыкновенные свои методы допустим с дегнем там дополнение что-то и как смазывать я все это выставил но это духовное в этом есть я почему подумал что ноги прекрасны у благовестующих мир я дальше стал исследовать у проповедников болели ли ноги грибком меня заинтересовал этот вопрос ноги прекрасны но теперь страдают я говорю вы лечиться можете вот так если у нас будете носки не снимать нигде не бывать в бане закрыто а только вот так вот и проще ну это детский лагерь да и вообще так нельзя чужую обувь не надевайте никогда я выставил материал этот кто желает зайдите на пол и посчитайте я уж не спрашиваю у кого было или есть у нас было такое что один год приехала одна душа приехала креститься спросили ну еще на три дня стали топить баню пригласили в баню мне смотрели она не сказала я узнал когда она уже побыла в бане на меня страх такой напал мы все везде вычистили дезинфицировали щетки не давали ничего этого не было все везде просушиваем ее и сказать то нельзя что она больна это как-то ее как-то ну и сказал была здесь и вот в бане была и одна из наших сестер она очень подозрительная была вот здесь сидела она это вы обо мне говорите а у меня не больнее это вы меня подозреваете ты что взяла мы молились об исцелении другого человека кое-как я вам говорил и другие да не о тебе речи сказать нельзя даже ну я болею я болею поэтому прошу помолиться что вы боитесь болезни всякие псориоз там разные ну я болею а как ты вылечишься люди болели проказы они же не говорили а как я прокаженный а меня чтобы не боялись я спрячусь никто не знает наоборот ты должен был закрыться так и кричать прокаженный 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 кричать и Господь их исцелил не надо бояться назвать свою болезнь можно и венерическое там какая исцеление можно как-то добиться улучшение какое-то будет так то что мы из кассы сегодня думаем пересчитать взять на открытие визы противоречий ни у кого нет Натя если есть какие-то противоречия можем не брать но тогда вы замените нам эту сумму кто будет противоречить потому что нам надо ехать и сейчас на бензин почти-почти готово часто употребляет сегодня слово псевдоправославное слово прелесть ну к нему добавляет еще слово гордыня гордыня евангельское слово как правило это люди превозносятся выше Бога везде об этом но этими словами прелесть это пользуется как правило православное у сектантов я не слышал это монашеское изобретение о них каждого если ты проповедую это прелесть зачем ты вышел если мы пошли на улицу проповедовать это прелесть этого нельзя делать я говорю библию надо знать это прелесть ее только священники могут в руки брать библию никогда не произносите это слово и псевдоправославное не произносите есть православное и неправославное таких слов в Евангелии нет псевдо ими пользуется дворкин и слово духовность никогда не повторяйте это горбачевское слово есть духовный человек вы записываете что говорю это наработка моя я с этим работаю не пользуйтесь чужими словами это не наш лексикон и они ничего не отображают если библия умолчала об этом а что значит духовность один близкий мне кинорежиссер объяснил так а вот говорит тут всякое есть что заснято но если там нет эротических моментов то не пропустят это знает везде даже даже нельзя никак все равно хоть как-то хоть маленько хоть чуть-чуть хоть одним кадром хоть на скоростях но что пропустить а чтобы пропустили православные сверху наклей крестик благословили все духовность внутреннее содержание осталось то же самое мерзость у нас есть слово прелесть прелесть духовность псевдоправославие я вам это говорю как вы будете это же я не знаю вот сегодня говорили проповеди о том что люди злодействуют против своего чрева сколько много было сказано вы рацион свой все-таки иногда подвергаете осмотру если не можете иногда пригласите мне Бог дал талант быть разрушителем и созидателем и это сказано Иеремии Бог избрал иди разрушай уничтожай пожигай и созидай а в чем проявляется в том что у людей очень много литературы они не знают что полезно они уверовали и меня приглашали на большие библиотеки и я дробил ее на три части одна часть беспрекословно уничтожается сразу отрываем корочки в макулатуру корочки я брал потому что переплетчик вторая часть это кластика это чехов там толстой это оставляешь себе если хочешь или сдать но есть такая кластика которая очень близка как лесков это непременно оставь себе одну часть можно продать отдать передавней безразличная одна очень полезная и третья вредная я был на больших библиотеках сотни-сотни книг это тоже надо знать что отчеты уничтожать будешь когда ты не знаешь содержание книги я вам говорю чтобы вы сами посмотрели вот сегодня много говорили о похоти плоти и в чем она выражается главная похоти плоти главное это вожделение плотские к своему полу или к чуждому сегодня извращенцы всякое есть это похоть плоти похоть плоти чрево это на втором месте сегодня что только не делать чтобы развратить человека а какое препятствие поставить я задаю сам вопрос молитва и образ твоей жизни строгость особенно храните девочки мальчики нигде не оставляйте одних богаули задержали ему 9 лет насильник девочку пятилетнюю затащила и изнасиловала вот так за сарай ну не отпускайте смотрите сами я вам караули детей не буду внуков я говорю то что из печати только узнаю я в прошлый раз там читал еще женщина одна дома в комнате с детьми спала другая комната и слышит там шорох она встала свет-то щахнула а вор в ней копается ну и что она как крикнула на него то он испугался бросился бежать и она его с трещим ударом встретила сбила с ног и села на него верхом и пока приехала милиция у нее два ребра сломаны защемление яичек там дыхание его сразу в реанимацию повезли и она говорит всем своим весом 110 килограмм сидела на нем а он-то оказался тщедушный вот такие у нас женщины есть она не коня на коне она самолет на ходу остановит и в разоренные узбы войдет и на место поставит и уже вызывает после милиции сразу скорая помощь пришла я вас не подучаю ни к чему какая дождь самая опасная на земле если кто не знает самая опасная при которой труднее всего спастись и которая наибольшую опасность создает для людей священство священство 20 глава деяния апостолов далее 11 тысяч мужиков в одном месте монахи строят храмы и ни одного священника нет настоятель спрашивает он святой походе а почему священника нет так нельзя тут сразу раздоры начнутся а у меня все мирно он сам святой сам авва в другом монастыре та же история а как мы а когда нужен мы священника призовем ему заплатим на корме отправим а чтобы постоянно было нельзя сразу начинается на группировке нас Бог помиловал у нас этого нету батюшка побыл вопросы решил поехал прищищать на дому больных посещать просто этого нету я тщательно исследовал это самая страшная игра говорит какие игры в карты играют ну другие игры казаки там где что играют хватают друг друга самая опасная игра совершается в алтаре в алтаре священники играют а как играют не будешь слушаться не прищищу и сдохнешь под забором я утрирую просто говорю как есть я говорил на эту тему в лагере я предложил священникам они согласились да действительно так то есть зашли очень далеко и поэтому священстве должна быть особая молитва особая вот у нас были люди их нету они ушли вы их поминаете нет ушли по хорошему ушли с ним по хорошему это никакого значения в вопросе вечности не будет они все здесь мы бы имели с ними радостные минуты мы вместе прищищались мы вместе молились мы вместе даже и вести пред Господом мы ничем не сможем задобрить их что мы берем перед ними как только молитвой и своей праведной жизнью никого не забывайте не помните там Господи которые ушли которым мы послужили лесоблазном помилуй всех и примири жизнь очень короткая вот у нас тут есть люди которые не прищищаются я сегодня их не вижу даже где-то вы обдумайте свое положение уже об этом мы говорили если в течение года не прищищаются а вот заходят соглашенными причина какая ты не прищищайся но пойди наиспо к батюшке ты уже батюшке боишься ты боишься сказать что у тебя внутри есть ты приди скажи батюшка вот я не могу попроси молитвы и Господь звенит это с места прищайся нет тебе жизни а ты мертвец написано кто-нибудь есть плоти сына человеческого не имеет в себе жизни не имеет поэтому у нас тут каждый пост прищищается просто имейте это для себя так постарайтесь чтобы там не крещали Люба Люба ты главное там подарите я хочу вам еще задать два вопроса только руку поднимайте и все скажите кто знал такого героя положительно отрицательно не буду говорить дофан поднимите руку библейский персонаж так опустите а Верона кто знает а Корея видите у нас многие знают самое страшное наказание какое было за всю мировую историю от Бога постигло этих людей у меня недавно разговор был скайпу я задаю вопрос людям которые были в баптистах потом стали православными то есть эти люди очень образованные много знают ответить на вопрос за что это кара живьем в ад вместе с женами с детьми с шатрами с имуществом живьем никакая рука не прикасалась к ним земля просто провалилась и заранее было сказано что это будет чисто 16 глава но что интересно когда Иуда перечисляет героев то он из этих берет только Корея и погибает в упорстве как Корей видимо он из них все таки был главный вот у меня такое подозрение есть за что за образование секты за отделение от церкви это самый страшный грех который Бог здесь не прощает церковь это тело и вот раздирание не хитона церковного как говорят хитон раздирает это раздирание тела это распинание почему Киприан Карфайденский сказал кто не имеет матери церкви тот не имеет отца небесного так будьте внимательны вопрос сверх важный вы знаете когда я готовил вот это признание канонического акта о каноническом общении а потом стали говорить об объединении об объединении речи не было мы были против но сказали мы подчинимся любому решению которое сенат примет будем молиться что нам всех кто не выродится такие слова никогда не говорят люди они тайно переходят я заранее объявил этого не случилось мы признали их признаем московскую патриархию благодатной их епископы к нам приезжают молимся вместе и все и второе а ведар кто знает это имя ну-ка так молчу второе аоза оза три буквы вот тут многие знают так ну-ка кто поднял руку еще поднимите так говорите кто такой оза да вон Валентина Павловна ну это когда ковчег везли да везли ковчег он сопровождал ковчег наклонился правильно он разве плохо сделал было два человека возниться и второй сзади шел наблюдал и в это время там холмистое место и наклонился а ковчег это продолговатый ящик там ничего нету скрыжали лежат там то есть сосуд с маны и и он наклонило но он же за это отвечает и он так протянул руку задержать то чтобы не упало то и Бог сразу убил его ему нигде не говорили что прикасаться нельзя он не знал ну бывает ты сидишь ешь и в это время у тебя кусочек из рук выпал ты дернишься даже не желаю автоматически чтобы и колени схлопаются чтобы только до пола не долетело ну и так а человек понимает его избрали на сверхответственное которое никому еще не поручалась работа перевозить место обитания Божия и Бог его убил за что? я задаю вопрос сектантам православным православный некоторый так и знает святые отцы отвечают и он зато уст толкует наклонился это значит не прямо стоит это означает готово упасть это положение церкви это церковь и выправлять своими делами там голубые там такие начинает церковь православная то другое человеческими силами это нельзя выправить это только Бог делает а как человеческими силами а там плохо там мы сделаем отдельную секту мы сделаем так называться будем и дальше названия где-то пошли ни под каким видом никогда вас Бог здесь призвал у меня был очень серьезный разговор на неделю с одним человеком я припомнил мы разговаривали с Александром Менем священник который очень известный был убитый я говорю отец Александр ну а как вы тогда если считаете что везде спасение безрукоположенных пастырей с апостольскими временами не связаны а как вы тогда говорите тем которые не православные чтобы они приняли истину а я не говорю как совсем на ваши люди переходят я против а оттуда к вам переходят я против оттуда переходит принятие истины да то явно что-то не то человек энциклопедические знания имеет человек глубочайшего исследования ума а здесь он поплыл как Сергей Булгаков это всемирно известный человек он призывал во время прищищения давайте за мной сейчас и прищищаться все и колдуны и шаманы и пошли все прищищаются вот это экуменизм оттуда идет бесовщина масонство Оза поражен был но не означает что он в вечности погиб это все которые пытаются своими силами а вот этот епископ плохой а вот этот не тот мы патриарха заменим и у нас положение будет другое хорошенькое сделаем не делается это так это делается соборно молитвенно и поэтому руки проще от патриарха молись только молись о нем патриарх легко говорит полезно в этом надо его поддержать как у Путина смотри он вышел когда перед народом и как его встречали как приветствовали это вообще Россия Путин Россия Путина на знаменах его портрет ясное дело что знали и не знали лена лена вот иди сюда ты не слышишь только надо закрой кремльюши это специально умышлено делайте ну двое давай лена они 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 святы какое наше невнимание дети бегают туда-сюда они играют дети невиновны эти эти визги пойдут на всю вселенную вам это надо ну-ка призови сюда Любу пригоди кто там есть вторая книга 6-7 стих где о возе сказано видите как исследуйте самих себя верили я с вами делюсь опытом сейчас подойду вот на меня нападает человек нападает там ты все православный там и православный и еретик и прочее ну какая реакция да ты сам такой это бабки у колодца надо задуматься и проверить себя действительно не допустил ли я чего-то подобного если этого нет ну несправедливо на Павла нападали на Христа несправедливых нападок много ну а как быть молиться и Павел молится Павел получает ответ и вдруг Бог ему не отвечает Павел снова начал молиться опять безответно так ваши дети кричали я говорил смотрите они бегают бежат и вы за ними бегаете эти визги пойдут сегодня на всю вселенную вам это надо и они будут заглушать голос и мне будут замечания вы не могли там сделать чтобы дети не шумели а они шумят это дети это понятно но сделайте в другом месте идет запись это ваш недостаток и молитесь об этом молитесь ваши дети пойдут сегодня со своим голосом с визгом на всю вселенную вы же знаете это мы все выставляем в интернет апостол Павел молится третий раз что означает молиться он один раз молился или это было продолжительнее потом он стал ждать ответа не знаю но главное трижды молился мы нигде не считаем что Исаак трижды молился он просто молился жена бесплодная не рождаются дети живут а детей нет он молится день молится два молится десять молится девятнадцать лет и на двадцатый год только забеременела Бог услышал молитву а сколько он раз молился но видимо одна молитва и была одна двадцать лет через двадцать лет здесь Павел говорит трижды молил я Бога чтобы удалил от меня жало сатаны вплоть дано и Бог ему ответил как он видимо не ожидал Господи а почему ты мне не помогаешь жало вплоть Затаус говорит это гонители это еретики это пулители поносители кто тебя оплевывает это Бог допускает это служители дьявола они дьявольскую работу выполняют но они могут обратиться и Бог ему ответил довольны для тебя благодати моей то есть я тебе дал столько благодати если взять большой сосуд и благодать в виде воды холодной в жаркий день или как-то изобразить разрешается и она через край переливается вот понимаете вот это вот там меня хвалят а ругать не ругают весы так не могут весы надо выравнивать и Господь выравнивает теперь поносители там тебе довольна благодать и уже все стекает из тебя человек который гордый это гордый гордится гора от слова гора гордится еще и дождь на нем не останавливается и все стекает в низину а в низине кротки смиренные просто ты уступи ему и на тебя эта влага пойдет жало плоти я стал думать это у меня вчера откровение такое было а откровения то никакого фактически нет и я понял что у меня благодати столько дано что дальше уже некуда и поэтому вот эти гонители это благодетели мои поносители оплевыватели хулители это благодетели Господи благослови их обильно благодать в их устах как говорил по вакуум воеводе Пашкову так много что уже Господь говорит хватит тебе тебя зацеловали со всех сторон я говорю именно о вас поэтому помолитесь чтобы перенести правильно я вчера когда-то понял целый день ходил и улыбался а мне кажется никогда так не поносили ко вчера и когда Господь положил это на сердце я хожу Господи ты опять обо мне вспомнил сколько хурителей пришло и при том кулять совершенно не по делу это означает ничего нету Бог допускает а обидно я не такой обо мне говорят да это хорошо что не такой ничего нету ни одного обвинения они подтвердить никак не могут уйти никак этого просто не было я хулю мощи я говорю а как а вы сказали зарыть надо ну я не говорил зарыть зарыть можно я говорю и собаку я сказал с честью с колокольным звоном с кадилами священники и епископы изъять все мощи и выполнить то что Бог поручил прах ты и прах возвратишься с песнопениями церковными соборно в подобающем месте и захоронить это что это вы поносите вы выкапываете мертвецов распиливаете расшифу фаршируете их куда не надо кто это вам дал указание ни один святой этого не разрешал ни один а что запрещали это запрещали многие и кто прикасался к ним в ранние годы Бог сразу отнимал руку у них или они а слепые делались или что-то а Антоний Великий и Иларионов вообще ушли перед смертью никто не мог их найти они понимали монахов не удержать вот почему православие сегодня называется религия белого магизма это не Игнатий сказал а это говорит настоятель Данилова монастыря в Москве Петр Мещеринов и в барашуру выпустил по благослованию патриарх Алексея Второго это нам что мимо и он дальше приводит примеры какие что-то сделается как-то сделается ничего не сделается без нашего труда перед Богом еще немножко кто знает кто такой плакида Сережа сядь прямо плакида так Валерий расскажи кто такой плакида это римский полководец был римский полководец так дальше был выдающийся военный занимал высокий пост был язычником но уверовал во Христа и все потерял все потерял у него были бедствия семейные они с семьей скитались но в конце концов Христос их спас если бы о нем нашелся режиссер поставил фильм это был бы интересный фильм он обратился когда на охоте был за оленем гнался я олень его как-то отделил он один оказался и вдруг олень заговорил он видел крест и тут же обратился покаялся военачальник опытный и далее как было у него он едет решил в другую страну с женой и два сына у него и напал один язычник на него который на корабле был и жену отнял у него и он остался один с двумя детьми а жену взял насильник представьте себе каково это ему а он по тогдашнему маршал войск был армии подчинялись и он стал и пошел и вот река переходить реку взял одного сына туда перенес пошел за другим и до середины реки дошел и видит с той стороны подбежал медведь схватил ребенка потащил а с той стороны волк и он один говорит стоит среди реки утопает в слезах за теми погнались охотники за этими на поле работали земледельцы он ничего не знает и далее его какая идет жизнь и наконец найдется жена найдутся дети и как это все соединиться Валерий все рассказал правильно видите какая биография а ее почти не знают а как Мария Египетская была в пустыне ела корешки 47 лет не прищищала и каждый год считают Мария Египетскую тысячу лет считают но разве вот эта история человека менее интересна вот это все это перекосы их надо выправлять людей знакомить с житиями святых вот тут большую работу делает Юлия где у нас Любовь Петровна ушла ай Любовь Петровна Любовь Николаевна она с детьми там ну-ка позови ее сюда а она делает как вот я выставил материал 40 святых а потом я выставляю священники в храме говорят там патриарх говорит на эту тему а она из нашего голоса моим начитанная с сайта она вырезает участок и выставляет и уже там аудио можно слушать аудио и вот она ну ты выйди тогда к ребятишкам Любовь Николаевна не может подойти я еще немножко так скажу и Юля выставляет подряд какие же тебя святых я выставляю она подряд она выставляет и аудио выставляет и аудио и вот один заходит и Лапкин здесь опять в контакте это псевдоправославный там сектант и те какую-то кнопку создали нажимаете кто согласен что Лапкин сектант и начали нажимать 17 человек нажали а который нажал дальше-то посмотрел там еще 50 житей больше никогда такого нету на вот это и он сразу пишет а я свою подпись убираю я ошибся а который начало-то со подписи собирать-то посчитал ну тогда и я свою подпись убираю жаль-жаль а теперь запитки так Юля передай поклон пусть она смотрит вопрос только поняла нет дочки твоей говорю она большую работу делала но сейчас что-то вопросов больше нет так ко мне вопросы я молюсь о младенце Тихоне а младенце Тихоне до сих пор молиться еще за него а какой-то кто такой Тихон ну больной Марфин внук Марфин это Марфин внук в Томске я отвечу на вопрос месяца полтора назад я общался с матерью его вот она говорила что слава Богу пока все хорошо пока вопрос об операции повторной не встает так что слава Богу я немножко добавлю не молиться молиться так вопрос что ты хотел Сергею сказать Тихону Тихону мне легко запомнить вы можете сделать мне бумагу для военкомата чтобы отнесли бумагу для военкомата бумагу ну и придешь заходи и получишь кому для военкомата нужна бумага но без батюшки никак надо подпись поставить поставить печать и ты только отнесешься больше ничего не надо распишись сам и главное военкомате принимают и очень вежливо наши деревни которые ездили в районы везде принимают и везде свидетельства и везде по хорошему ни одного отказа не было но до призыва в армию хотя бы весь 34 прошло надо они так тебя призывают горло нож я теперь забегал заранее надо думать заранее отдать и в военкомате лежит бумага они бывают тебя больше призывать даже не будут скажут а у нас и так хватает воина все там все сказано ссылка на закон федеральный и священное писание места которые говорят не давать клятву клятву присяга это клятва давай я хочу благодарить тех кто за меня молился еще поближе еще раз в больнице лежала благодарить всех за молитвы ооо вот что ну ладно спасибо Христос помоги тебе спасибо Христос тебя мы помним молились за тебя вот видите как так что я благодарю всех также за молитвы что я вот погромче обо мне молились она что ездила в Томск ага благодарю вас и еще видела я этого мальчика там церкви стихом приносит это Арина его храм там привозят причащают его там был отец Геннадий Фаст он просто коротко был мог заехать был очень коротко Геннадий Фаст ну а так я попрошу ты говори по громче ваших молитв попрошу о том что ну донести как-то вот эту до своих верующих родственников от церкви истинное толкование от церкви так визитки раздайте дальше пустите кому-то возьмите чтобы всегда с тобой были в дороге эти кому-то отдайте скажите православный библейский сайт есть у них выход в интернет не просто а Надежда Васильевна где? Надежда Васильевна дома болеет позвоните она уже вешаем приходила и говорила не лучше стало Пенкин на квартиру как ее звать Володя 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 взять на квартиру кого? Речку Речкунова может взять Кто? Бенкин Добро а выведена его да я как выведена Надежда Васильевна есть ты с ним говорила? да он согласен хорошее сведение спаси Христос это рядом центральный район это походы все ну и у нас братья и сестры тоже прошу молитву у нас приходили строители договариваются с бригадой со следующей недели начинаем в тройку а что делать не забывайте про коробку много работы во всех направлениях работа идет ну как можем пока будем пристраивать веранду чтобы нам туда переселиться и начать сносить старый дом да насчет ИНАФ еще я хотела добавить дело в том что она лежала всего неделю в больнице с таким диагнозом это удивительно сам врач сама врач сказала я удивлена что такие вот анализы хорошие что то есть лучше стало ребенку что диагноз конечно не убрали там еще есть проблема но улучшение явное и очень так скажем лучше намного стало человеку все молимся слово проблема я забыл сказать если сможете удалите это слово это Америка навязала слово а говорите нерешенные вопросы оно заменяется и все понятно проблема проблема я говорю проблем ничего этого не надо оно ни от слова не отображает ничего то есть неурядицы это нерешенные вопросы тут понятно их надо решать все своими словами это чужие наши слова освободитесь от них я говорю то что мне Господь помог сделать На неделю у нас было несколько людей, которые имели день рождения. Это Алексей Загуляев, это Татьяна Дмуха, это Ника, это Людмила Степановна. Всем им пожелаем здравия, многое лето и спасения вечности. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето. Многое лето. Многое лето. Многое лето. Если это от Тебя, устрой нашу поездку благовестия, как Тебе угодно. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С миром Божьей. Виктор Андреевич. Спасибо. День рождения будет. Почему? Спасибо. Спасибо.